Привет, в этом видео мы узнаем интересные факты про коалу. Перед началом не забудьте поставить свой лайк, ну и подписаться на канал. Приятного всем просмотра! Первые поселенцы в Австралии считали коалу медведями из-за их внешнего сходства. Однако дальнейшие исследования показали, что не ошибались. Куалы не являются медведями и вообще не стоят с ними в родственных связях. На лапах коал есть длинные острые когти, благодаря которым животные могут ходить по деревьям. Вес взрослого коала в зависимости от пола и места обитания составляет от 5 до 14 килограмм. Цепкие пальцы, имеющие острое стрение, позволяют коалам не только карабкаться по деревьям, но и спать, уцепившись за ближайшую ветку. При необходимости коала может довольно долго привисеть даже на одной лапе, подобно ленивцу. Куалы – это единственные млекопитающие, помимо приматов, у которых есть отпечатки пальцев. Они настолько похожи на человеческие, что их трудно различить даже под мощным микроскопом. Куалы предпочитают молчать, однако в брачный период самцы могут издавать пронзительный крик. Данные животные неподвижны больше часа дня, даже средние спят и унесят на месте до 18 часов в сутки. По возможности коалы перемещаются, прыгая с дерева на дерево. На землю они спускаются крайне редко, потому что опасаются хищников. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, коалы довольно шустро бегают. Плавают они, кстати, тоже неплохо. Они питаются ядовитыми листьями. Куалы живут в эколиптовых лесах Австралии. Это единственное место на планете, где растут эти деревья. Каждый день взрослые лоосы обседают как минимум один килограмм листьев, а для других животных они ядовиты и практически не перевариваются их организмом. Куалы на юге и север Австралии отличаются друг от друга. Несмотря на то, что это один и тот же вид, они все же имеют видимые отличия. У коал, которые обитают на севере Австралии, мех значительно плотнее и длиннее, в то время как у тех, кто обитает на юге, он короче. Это связано с тем, что коалы на севере Австралии припособились к более холодным зимам. Слово коала в переводе не пьет, и дано им это не случайно. Тем не менее, они все же могут спускаться к водоемам для того, чтобы попить. Но случается это редко, в особо засушливые сезоны. В остальное время они просто ее не пьют, получая всю необходимую влагу из листьев. У данных животных очень плохое зрение. Однако это компенсируется тем, что они обладают отменным обонянием и очень хорошим слухом. Они покидают свое дерево только в том случае, когда на нем заканчиваются запасы листьев. В целом, за всю свою жизнь, одна особь меняет около 100 деревьев. Куалы больше являются одиночным видом животных. В группы они собираются редко, только в период размножения. В остальное время, самки совместно со своими детенышами располагаются отдельно. Ну что, на этом данное видео заканчивается. Если вам было интересно, то не забудьте поставить свой лайк, ну и подписаться на канал. Всем удачи и до нового ролика! Субтитры сделал DimaTorzok